В прошлом видео мы узнали, как линза может фокусировать параллельные лучи света в точку на плоскости изображения, формируя резкое изображение. Это значит, что если плоскость изображения находится от линзы на фокусном расстоянии, то объекты, находящиеся очень далеко, отобразятся резко. Например, представьте, что радость стоит в километре от камеры. Вот так. Если посмотреть сбоку, мы увидим вот такую картину. Обратите внимание, что световые лучи, идущие от радости, доходят до камеры практически параллельными. Если расстояние от линзы до плоскости будет равно фокусному расстоянию линзы, радость окажется в фокусе. Но что будет, если мы захотим сделать снимок предмета, находящегося близко от камеры? Представьте, что мы приблизили камеру к радости на расстояние около метра. Теперь возьмите любую точку и посмотрите, что происходит с исходящими из этой точки лучами. Обратите внимание, что они не параллельны, они расходятся. Поскольку они входят в линзу под углом, линза фокусирует их чуть дальше плоскости изображения. Вот сюда. А там, где эти лучи попадают на плоскость изображения, вместо маленькой точки получается большой круг. В результате изображение радости оказывается не в фокусе. Чтобы наглядно увидеть этот эффект, взгляните на кадры не попадающих в фокус источников света. Эти размытые круги называются пятнами рассеяния. Они образуются, когда лучи света фокусируются мимо плоскости изображения. А когда изображение оказывается в фокусе, пятна рассеяния становятся настолько маленькими, что превращаются в точки изображения. Мы можем сделать так, чтобы радость оказалась в фокусе, сдвинув плоскость изображения немного назад. Вот сюда. На таком расстоянии изображение радости будет чётким. Как вы помните, в стенок камеры за резкость всего изображения отвечал диаметр отверстия. Если отверстие маленькое, всё изображение будет в фокусе. Но теперь, когда мы добавили линзу, в фокусе окажется лишь определённый срез сцены. Всё, что не попадёт в эту область резкости, то есть окажется либо слишком близко к камере, либо слишком далеко от неё, получится размытым. Эта область называется глубиной резкости. Операторы могут регулировать глубину резкости, подбирая разные линзы и значения диафрагменных чисел. Рассмотрим пример с несколькими радостями, находящимися на разном расстоянии от камеры. Если диаметр диафрагмы маленький, то есть диафрагменное число большое, тогда глубина резкости будет больше, а переход от резких фрагментов к размытым происходит очень плавно. Для этого посмотрим на объект, находящийся строго в фокусе. Если я отодвину камеру, размытые области практически не изменятся. Это большая глубина резкости. В этом случае в фокусе могут оказаться несколько радостей. А теперь увеличим диаметр диафрагмы объектива, выберем меньшее диафрагменное число. И снова посмотрим на находящийся в фокусе объект. Если сдвинуть его даже совсем чуть-чуть подальше, он очень быстро становится размытым. Это малая глубина резкости. Теперь совсем маленькая часть сцены окажется в фокусе. Итак, при маленькой диафрагме или большом диафрагменном числе глубина резкости больше. В фокусе находится вся сцена. При большой диафрагме или маленьком диафрагменном числе глубина резкости меньше. В фокусе находится лишь небольшая часть сцены. В следующем упражнении вы сможете изучить влияние диафрагмы линз на глубину резкости.